Сегодня утром близкие собрались почтить память журналиста Павла Шеремета. Его машину взорвали по дороге на работу два года назад, а виновные до сих пор не названы. Что на сегодняшний день известно об этом громком преступлении, расскажет Фируза Берматова. Паша Шеремет, где-то уже в дороге до нас. Утро Павла Шеремета тогда началось без Шеремета. Он где-то до нас в дороге уже летит, чтобы встретиться этот день вместе с вами. Коллеги и мысли не могли допустить, что в эту минуту его уже нет в живых. Ровно два года назад машину, за рулем которой был известный журналист Павел Шеремет, взорвали. За раскрытие этого дела сразу поручились. Это очень важно, дело чести для полиции Украины. Но спустя годы имена виновных не названы. Те же версии, которые были вначале, нет ни одного подозреваемого, не говоря уже о заказчиках, фотороботов, убийц. За это время следователи не отбросили ни одну из четырех версий гибели. Убийство из-за профессиональной деятельности, личной неприязни, либо для дестабилизации ситуации в стране, или вовсе по ошибке. Ведь автомобиль, в котором погиб журналист, принадлежал не Павлу Шеремету, а Алене Притуле, редактору издания «Украинская правда». Важно это не спускать на тормоза, важно напоминать. Еще в мае 2017 года журналисты провели собственное расследование и обнародовали фильм «Убийство Павла». Мы нашли близко шести свидетельств, которые в момент закладания вибухивки, в майже третьей ночи, которые проходили по месту закладания вибухивки. Мы смогли взяться с таксистом, который стоял поруч, в пяти метрах. Но вопрос, были ли учтены эти данные следствием, остается открытым. По моей информации, не всех еще свидетелей просили. Еще утром коллеги требовали новостей от полиции по уже засекреченному делу. Последний отчет был в феврале 2017 года. Сразу после акции правоохранители прервали молчание. Сегодня я могу сказать, что установлена особо, это особо установлена, не личность установлена, установлено, что это человек, которого можно идентифицировать. Мол, дело не раскрыто, но работа идет и прогресс ощущается. Сегодня на этом перекрестке собрались коллеги, друзья и дочь Павла Шеремета. Но кого из них удовлетворит такой ответ правоохранителей? Он любил всегда говорить одну и ту же замечательную фразу. Хватит быть хитромудрыми хохлами, надо становиться гордыми украинцами. Фируза Бегматова, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.